Я уже говорила в своем первом выступлении о том, что доктор должен уметь ловить осложнения вовремя, их ловить, распознавать и уметь оказать помощь. Так вот, одно из самых грозных осложнений, жизнеугрожающих, это фибрильная нитропения и либо нитропения третьей-четвертой степени, которые осложняют наше лечение в самом большом количестве случаев. Не бывает лечения противопухолевых без осложнений, но вот эти осложнения занимают самый большой процент случаев. Итак, от чего зависит эта летальность? Во-первых, вовремя ли мы поймаем это осложнение и наличие у пациентов сопутствующих заболеваний. А сопутствующие заболевания имеют практически все наши пациенты, но просто потому, что мы с вами занимаемся не детской онкологией, а лечением солидных опухолей у пациентов взрослого возраста. А у взрослых уже практически у всех есть болячки. Чем старше человек, тем больше этих болячек, да, полипрагмазия. Так вот, наличие любого сопутствующего состояния увеличивает шанс пациента погибнуть от фибрильной нитропении. Но самое главное, почему мы сейчас говорим с вами об этом, потому что еще раз пациент пролечился где-то, хотя бы в региональном каком-то крупном онкологическом диспансере, либо тем более в каком-нибудь федеральном учреждении и уехал к себе домой. Фибрильная нитропения развелась где-то там, дома, далеко от нас. И мы не всегда и не все знаем, что эта фибрильная нитропения развелась. На самом деле, когда появилась вот эта вот тревога по поводу ковида, мы тоже очень сильно испугались, потому что мы понимаем, что наши пациенты могут температурить не только из-за ковида. И вот этот ужас и страх, и мы до сих пор своих пациентов предупреждаем, что у вас может превыситься температура. В первую очередь нужно звонить не в ковидную клинику, не вызывать скорую помощь, а сделать клинический анализ крови, потому что пациент, если, не дай бог, у него еще это нитропения фибрильная, еще попадает в какое-нибудь инфекционное отделение, то это, конечно, беда. Поэтому проблема в том, что глобальная заболеваемость фибрильной нитропения не поддается оценке. Мы не знаем, кто и когда. Некоторые пациенты просто вылезают из этого состояния, и потом их либо не спросили, либо они сами не рассказали. И, ну вот, смотрите, можно только посредственно оценить вероятность развития вот этой фибрильной нитропении. Например, в США в 19% случаев на 1000 пациентов в год в солидной онкологии было зарегистрировано госпитализация по поводу фибрильной нитропении. И в 43% случаев на 1000 в онкогематологии. А вот когда в рандомизированных клинических исследованиях пациент находится, там все очень четко отслеживается. Там одно из условий, что пациент с доктором все время на связи. Уже до 117 случаев на 1000 пациентов регистрируется. Тогда, когда мы конкретно, четко следим за пациентом. Поэтому те пациенты, за которыми мы не прослеживаем, это данные в США. А у нас, я думаю, что еще хуже, видимо, ситуация, когда мы не отслеживаем. Либо пациент переносит эту фибрильную нитропению и не знает о ней, либо просто погибает от нее, и никто не знает, от чего этот пациент погиб. Естественно, мы многие годы идет разработка новых препаратов для лечения и профилактики вот этого грозного осложнения. Я сама в свое время участвовала в таких клинических испытаниях. Почему это все есть? Потому что на самом деле растет и наша с вами потребность в этих препаратах. Потому что за последние годы очень много поменялось в нашей онкологии. Изменились и подходы в противоопухолевой терапии. Появились новые препараты, новые опции. Мы все более индивидуализируем лечение, подбирая препараты по меркулярно-генетическому и анагитохимическому анализу опухоли. Потому что препараты появилось больше и лучше, они более эффективны. И мы стали все чаще и все больше использовать лекарственную терапию для неоадъювантного и адъювантного лечения. Расширили наши возможности. Потому что повысилась в принципе стоимость лечения за счет появления высокотехнологичных методик. И потому что сейчас сделан акцент, фокус, в принципе, на амбулаторное лечение. Очень большом проценте случаев пациента для проведения противоопухолевой терапии лекарственной нет, зачем вообще укладывать в стационар. Итак, на сегодняшний день ГКСФ уже рекомендована как, в принципе, самостоятельная опция лечебного режима. Как отдельный протокол для лечения опухоли. Почему? Потому что тогда Гульфия Митхатовна подробно рассказывала, что мы применяем эти препараты когда? Когда риск феврельной нетропинии у данного пациента и при данном проведении схемы химиотерапии превышает 20%. И когда именно доза интенсивности определяет эффективность лечения. Если мы лечим пациента, которого мы стремимся к излечению, то есть ранние формы рака, к которому мы стремимся провести радикальное лечение, и хирургическое, лекарственное, и лучевое, то есть наша цель – излечение пациента. Здесь просто не обсуждается. Эти схемы должны профилактироваться ГКСФ. И те опции опухоли, у которых линий схем лечения в принципе мало. Потому что мы не можем, испугавшись на одной схеме, отказаться от этой схемы, перейти на другой, потому что второй и третий у нас может просто не быть. А риск высок развития феврельной нетропинии. Вот такие режимы мы должны с вами профилактировать. Опять же, Грифия Медхатовна говорила о коротких и длинных. В чем фокус? Значит, изначально мы получили с вами короткие, короткого действия ГКСФ, например, лейкарским. У него он быстро работает, быстро выводится, и его необходимо каждый день вводить. И на самом деле у нас с вами, сейчас мы тоже очень хорошо попали с этим делом, есть некоторые схемы, которые предусматривают наших КСГ. В клинико-статистических группах введение препаратов после проведения химиотерапии еще много дней, до 11 дней, например. То есть либо пациент лежит в стационаре все эти дни, либо его выписывают и отправляют домой, в лучшем случае с рекомендациями следить за кровью, либо введение препаратов дома на амбулаторном этапе. Здесь идет вилка, потому что на самом деле тоже можно оштрафовать, потому что вы же взяли, поставили, как это, в стоимость, вы же счет выписали, да, стоимость лечения поставили вместе с этими ГКСФ. И если вы их не ввели, даже если не навредили пациенту, даже если вы считаете, что у него не разобьется фибрильная нейтропения, очень хороший повод снять деньги и оштрафовать вас, просто за то, что вы вот эти препараты, получается, да, которые должны были ввести после химиотерапии, вы их оставили у себя в корзинке. Они отдали больному. Что такое пигелированная форма препаратов, например, экстимия, да? У него увеличена молекулярная масса, большая длина молекулы ПЭК. И вокруг него формируется водное облако, защищается эта молекула от фагоцитоза, более длительный период полувведения, и мы вводим всего лишь один раз после каждого курса химиотерапии. Не в день химиотерапии, да? Помним об этом, это тоже противопоказание. А через сутки после химиотерапии мы один раз вводим этот препарат, он постепенно накапливается и постепенно выводится, и как раз вот этот необходимый промежуток времени, который мы должны защищать пациента, этот препарат работает. Естественно, проведено несколько рандомизированных клинических исследований с раком молочной железы, колоректальным и мелкоклеточным раком легкого наиболее активной формы опухоли у наших пациентов, первичной точкой которых как раз была возможность развития фибрильной нетрепенины в данном лечении с профилактикой, либо без профилактики. Поэтому было доказано, что при раке молочной железы увеличилась общая выживаемость на 6 и 12 месяцев, то есть на целый год. Еще раз, мы профилактировали осложнение и разрешили пациентке прийти вовремя на следующий цикл и получить полную дозу. За счет этого идет увеличение выживаемости. Оказалось, что первичная профилактика пролонгированными ГКС против коротких форм достоверно увеличивает общую выживаемость пациентов с метастатическим раком молочной железы. То есть ни ее жизнь, ни наша с вами работа не пошли на смарку. В целом, когда сравнивалось ГКС с плацебо, оказалось меньше летальных исходов у тех пациентов, которые получали первичную профилактику ГКС снижение риска смерти на 22%. Тогда, когда сравнивали длительного действия ГКС и короткого, оказалось меньше летальных исходов зарегистрировано именно в группе пролонгированных форм. И тогда, когда пациенты имели нетропинию 3-4 степени тяжести и сравнение с фибрильной нетропинией антибиотиков, оказалось, что значимое снижение частоты нетропинии и фибрильной нетропинии и применение антибиотиков достоверно ниже. Это тоже очень важный момент. Но, опять же, вот та же ситуация. Тогда, когда мы 11 дней должны препараты эти вводить профилактически. Кто-то из нас считает, что мы уже дали препарат достаточно пациенту, закончили раньше. Кто-то не успел и начал. Например, вы выписали пациента в надежде на то, что ему там амбулаторно начнут вводить препарат, пока он дойдет до своего доктора, поздно начнет лечение. И у нас идет несовпадение наших ожидаемых, наших ожиданий. Оказалось, что раннее прекращение терапии ГКСФ может повышать все-таки риск развития нейтропинии, а более позднее введение ГКСФ не позволит достаточному количеству клеток предшественников развиться и достичь восстановления оптимального количества нейтрофилов. Вот и все. Ну и уровень, соответственно, эмпифилгростима препарата, концентрация еще раз достигается более медленно, но, соответственно, медленнее и снижается. Пока этот препарат закончил работать, тот еще продолжает работать. С 2017 года у нас существует консенсус международных клинических рекомендаций по поддерживающей терапии и, основываясь на удобстве и приверженности пациента лечению, ПЭК ГКСФ предпочтительнее 11-дневного филгростима решения консенсуса до индуцированной химиотерапии. Это особенно характерно для ослабленных или пожилых пациентов. Напоминаю, пожилые – это всего лишь после 60 лет, а никак не 80. профили безопасности одинаковые, но нисколько не увеличил. Еще раз мы говорим о доказательной медицине, мы говорим о клинических исследованиях, но у меня есть еще и личный большой опыт. Я в свое время исследовала препараты длительного действия по ПЭК-филгростим. Итак, у нас с вами в работе, хотя у нас с вами нет химиотерапевтов, мы всего лишь онкологи, всегда должна быть чаша весов. Оптимальная доза, минимальная токсичность, и все это вкупе дает максимальный эффект. Благодарю за внимание. Спасибо за внимание.